МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕСНЯ Алексей Пензенцев, хормейстер, хора Дворца ветеранов. Хора ветеранов. Вообще я с этим хором участвую уже, как приехал в Самару, когда поступил, в 2003 году я началась. А встал к хору, как руководителем, хормейстером, в 2018 году. Владимир Михайлович Ощепков мой учитель, профессор, как бы сказать, наставник мой, потому что он у меня с Ульянского музыкального педагогического училища, он был председателем госкомиссии, приехал, увидел меня, я там сдавал госпрограмму, причем такую серьезную, и сказал мне... А, Бурлаков я дирижировал у Василевского. И сказал мне, ну что, Бурлак, давай в Самару. Так я поехал в Самару, поступил в наш государственный самарский педагогический университет. И учился, как бы, у него дирижирование, и параллельно пел в хоре, в хорах. Его хор «Золотая лира», хор «Ветеранов», он, как бы, все объединенные. Хор трех поколений у нас всегда, хор мальчиков, еще детей. Вот до 2003 года я нахожусь в хоровом искусстве. Тюрин, такой был хор-мейстер, очень известный. Вот умирает он, а у него хор «Ветеранов». И у меня хор «Ветеранов», у меня авиационный институт, у меня педагогический институт, у меня хор «Мальчиков». Нельзя отказать. И вот я согласился и до сих пор уже работаю. Вообще, Владимир Михайлович, он всегда вносит это, мощь. Не зря же говорит, еще раньше говорили, патриархи хорового искусства. Вот он, один из них. Что это действительно, он, если берется за какое-то дело, там всегда у него огромное количество людей. Ну, мощь. Он собирает, объединяет коллективы. Получается, вот у нас хор трех поколений. Студенты, хор «Ветеранов», хор «Золотая» – это учителя. И дети. Как пришли с Владимир Михайловичем, так мы его и не бросаем. Ну, при каких обстоятельствах, а дальше будет видно. Если бы не было его, не было Любови Федоровны, вообще бы никакого хора, я вам даю, вот на 100% уверена, что хор бы развалился. И с мужем мы познакомились, в общем-то, в турпоходе. Он тоже на гитаре играет, и пел, и все. И я его сюда пришла, и его с собой притащила. Вот уже, я говорю, начиная с 66-го года, отчего в Авиационном институте. А в этом хоре уже с 10-го. Она меня из туристов выдернула в хор. Я туризмом занимался в свое время. В кругосветке мы с ней познакомились. И потом она меня в 66-м году затащила в хор. Таким образом, мы вот уже 58 лет вместе. И то было на лодке. Да, начиная с кругосветки и с хора. В общем, вся жизнь. В 2019-м году, даже в 2018-м, наверное, Владимир Михайлович говорит мне, Леш, давай создадим хор военный при военном учебном центре в Алькосмическом университете. Я говорю, да с удовольствием. И вот мы пошли, пришли к начальнику военной кафедры, тогда еще сейчас он военно-учебный центр. К 23 февраля они просили, говорят, сделай нам программу, чтобы выступить 23-го. Я говорю, дайте мне людей, я сделаю вам программу. И вот 19 февраля наше первое выступление было в АДО с хором «Поющая эскадрилья». Сейчас уже нам уже 5 лет. Это при Аэрокосмическом университете хор военно-учебного центра. Когда у нас, например, большие концерты, выездные концерты, мы объединяем. Мы сразу и хор ветеранов обязательно едет, студенты. Это крылатый Аэрокосмический университет и «Поющая эскадрилья». Плюс у нас с этого года появился еще один хор. Мы сделали хор «Ай-Рир» – это строительного колледжа. Песни «Победа отцов» – это 2023 год, по-моему. Мы собирали на площади славы большой хор, хор отцов. Но как бы у нас там тоже 4 поколения получилось. Хор у нас там деды, отцы, сыновья и внуки. 4 поколения тоже. Где-то человек 700 с чем-то было. Мужчин пели на сцене наши патриотические песни военные. Это вообще мощь такая, прям мурашки по коже. На некоторых вещах прям потом не отдышишься в том смысле, что даже слезы наворачиваются на глаза, потому что все равно переживаешь. 75 лет было в Великой Отечественной войне. 75 концертов мы по области давали. Там тоже была вся сборная. И ветераны, и студенты, и даже детей подключали. В общем, это хорошо. Хор – это вообще целый, я все время говорю, целый организм. Где вот только сообща, помогая друг другу, дополняя друг друга, поставляя плечо коллеги, хор становится полноценным. И вообще хор – это здоровье. Особенно для наших ветеранов. Вы представляете, это дыхательная гимнастика постоянно. А чтобы правильно дышать, чтобы красиво петь, надо правильно дышать. Это, во-первых. Плюс вырабатывается душевное состояние, физическое состояние улучшается у людей. Но они уходят отсюда заряженные, на позитиве всегда. Потому что они общие, пение общее. Когда человек один поет, это вот по шкале громкости одно. А когда целый хор начинает петь, представляете, это вот как махина начинает петь. Начинает энергетика совсем другая. И они тоже этим заряжаются. Самое главное, что в нашем хоровом искусстве вышло на сцену – это диалог со зрителем. Не то, что там ты должен быть совершенным. Нет, ты должен донести то, что ты хочешь рассказать. Но рассказать красиво. Донести это все. И чтобы зритель был удовлетворен, неравнодушен остался после нашего концерта. Это самое главное. В основном у нас патриотическое направление. Не знаю, почему-то у меня по жизни так вот с патриотизмом. И вот даже хор сейчас новый, который организован, поющий эскадрилью, мы тоже считаем военный хор. У нас вся патриотика. Ну, у нас и светская, конечно, программа. Но в основном у нас патриотизм. Я считаю, что вообще хоровое искусство – это дает очень мощное патриотическое воспитание. Оно объединяет поколения, народу объединяется. Поэтому это очень хорошо, когда в хоре поют разные поколения, от студентов до ветеранов. Ветераны передают свой опыт какой-то, берут от молодежи что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин